Call of Duty 4 Накануне релиза Call of Duty 4 – Modern Warfare во многих магазинах Америки установили демо-стенды. Каждый желающий мог подойти и немного поиграть в долгожданный шутер. Чуть позже поклонников популярнейшей серии порадовали демо-версии Modern Warfare с одним уровнем. Затем стало известно, что музыку к игре сочинил Гэри Грэгсон Уильямс, автор саундтреков к фильмам «Хроники Нарнии», «Враг государства» и «Шпионские игры». Российским издателем Call of Duty 4 стала компания «Новый диск». У нас игра появится немного позже, чем во всем мире, однако, скорее всего, она появится на прилавках магазинов еще до конца ноября. В продажу поступят как обычные, так и коллекционные издания. В последнем ты найдешь плакат, карманный фонарик с логотипом игры, а также бонусный DVD с рассказом о разработке проекта. Crysis Сейчас, когда мы записываем этот выпуск видеоновостей, Crysis ушел на золото. Разработчики сдержали свое обещание выпустить игру 16 ноября. В России главный шутер года будет издан компанией Soft Club. Если верить ее пиарщикам, локализованная версия появится до конца ноября. Так что вполне возможно, ты уже вовсю играешь в Crysis и размышляешь над тем, устроил ли этот шутер революцию в жанре или нет. Демо-версия игры вышла в конце октября и произвела эффект разорвавшейся бомбы. Как и предполагалось, Crysis очень требователен к конфигурации компьютера. Из всех видеокарт, представленных на рынке, ему больше всего нравится продукция компании NVIDIA. Оно и не удивительно, ведь программисты NVIDIA провели много времени, помогая студии Crytek оптимизировать игру под GeForce 8 серии. Bionic Commando Платформер Bionic Commando увидел свет в 1988 году. Спустя два десятилетия японская компания Capcom решила сделать ремейк игры. Над высокобюджетным проектом трудится интернациональная команда, американский продюсер, японские консультанты и шведские разработчики. Ну а главного героя Bionic Commando озвучит Майк Пэттон, вокалист популярной в прошлом рок-группе Faith No More. Gears of War Action Gears of War почти год был самой кассовой игрой для консоли Xbox 360 и лишь недавно уступил первое место Halo 3. PC-порт хитового проекта студии Epic Games увидел свет в начале ноября. В России игру издаст фирма 1С. Представители компании пообещали поторопиться с локализацией и русская версия Gears of War должна появиться в продаже уже в этом году. А вот когда выйдет полнометражный фильм по мотивам этой игры, сейчас не может сказать никто. Экранизацией должна была заняться кинокомпания New Line Cinema, снявшая, например, трилогию «Властелин колец». Однако, по слухам, киношников напугал растущий, словно мыльный пузырь, бюджет фильма, и они отказались от затеи. Пока только по слухам. Need for Speed Pro Street Серия Need for Speed всегда славилась не только увлекательным геймплеем, но и разнообразными ураганными саундтреками. Новая игра от EA Black Box, носящая имя Pro Street, также должна порадовать звуковой дорожкой. Некоторое время назад издательство Electronic Arts создало собственный музыкальный лейбл Artware. Специальный отдел компании подготавливает и выпускает под этой маркой саундтреки к популярным играм электроников. Заправляет всем диджей и продюсер Junkie XL, несколько лет назад взорвавший хит-парады своим ремиксом старенькой песни Элвиса Пресли. Именно им составлялся саундтрек Need for Speed Pro Street. Запустив игру, ты услышишь новый сингл Junkie XL, а также композиции таких известных групп, как Block Party, Klaxons и E-E-E-S. Согласись, под хорошую музыку и гонять приятнее. Refusion Чешская студия Gampanella Entertainment сейчас трудится над амбициозным проектом Refusion. Суть его незамысловата, однако задача перед разработчиками стоит не из легких. Они пытаются объединить в одной игре шутер от первого лица и стратегию в реальном времени. В сетевых схватках смогут принять участие до ста человек. Большая часть из них будут простыми солдатами, и их основная задача — бегать по полю боя и убивать врагов. А вот у игроков-стратегов другие задачи. Они следят за происходящим с высоты птичьего полета и отдают приказы бойцам. Выполнять их или нет — личное дело каждого. Игра разрабатывается на собственном ультрасовременном движке Gampanella и должна попасть в магазины уже в будущем году. SimCity Societies 13 ноября увидела свет стратегия SimCity Societies — пятая часть популярной градостроительной серии, созданной Уиллом Райтом. Накануне релиза издательство Electronic Arts и энергетической компании BB объявили, что игра будет ненавязчиво объяснять, как бороться с глобальным потеплением. Если коротко, нам пытаются показать — уголь, пережиток прошлого, будущее за природным газом и солнечной энергией. Впрочем, этим дело явно не ограничится. Soldier of Fortune Payback Незадолго до выпуска шутера Soldier of Fortune Payback были развенчаны два слуха касательно этого проекта. Злые языки утверждали, будто бы игра — бюджетная поделка, которую станут продавать в магазинах по смехотворной цене. Это, дескать, дает понять, что Payback нельзя считать качественным шутером. Однако на самом деле новая часть Soldier of Fortune поступит в продажу по цене в 40 долларов. Ровно столько же на Западе стоил наш любимый «Сталкер», так что нас ждет нормальная игра, а не дешевка. Второй слух гласил, что в Payback нет фирменной изощренной жестокости, характерной для этой серии. Однако на днях австралийская комиссия, присваивающая рейтинги играм, запретила продажу Soldier of Fortune в стране кенгуру. Так что не беспокойся, концепция солдата удачи не пострадала. Warhammer 40,000 – Down of War – Soulstorm Издательство THQ недавно анонсировало третье дополнение к стратегии Warhammer 40,000 – Down of War. Эд-он получил название Soulstorm. В дополнение дебютируют две новые расы — «Темные Эльдары» и «Сестры Битвы». Также впервые в игре появятся летающие юниты. А в мультиплеере геймерам начнут выдавать медали за достижения. Например, победу в десяти сражениях подряд. Эд-он выйдет весной будущего года. Universe at War – Earth Assault Любопытный казус. Сегодня никто не знает наверняка, когда на прилавках магазинов появится стратегия Universe at War – Earth Assault. Такое впечатление, что пиарщики издательства Sega сами запутались. Один из них утверждал, что релиз Universe at War перенесен на будущий год, и игра выйдет одновременно с версией для Xbox 360. Другой с пеной у рта доказывал, что дата выпуска – декабрь. Кому верить? Поживем, увидим. Kane & Lynch – Dead Man Издатель экшена Kane & Lynch – Dead Man настолько уверен в его коммерческом успехе, что еще до выпуска проекта была начата работа над продолжением. Руководство британской компании Adas Interactive планирует создать целую серию игр об обаятельных подонках Kane и Lynch. Также, согласно оценке экспертов, на рекламную кампанию Dead Man было выделено больше денег, чем на любую из частей знаменитой Tomb Raider. Кроме того, накануне выпуска игры стало известно, что саундтрек для нее сочинил известнейший композитор Джаспер Кит. Впрочем, эта новость мало кого удивила, поскольку Кит раньше уже сотрудничал с создателями Kane & Lynch в разработке серии Hitman. В России многообещающий проект будет издан фирмой 1С. Скорее всего, релиз локализованной версии состоится уже в нынешнем году.